В Энгельсе Киевская Музакадемия не стала убирать Чайковского из названия, чем огорчила Минкульт. Украина призвала исключить Россию из ООН, но одновременно провести мирный саммит в феврале на площадке ООН, после трибунала над Россией в Международном суде. Гутерреш готов стать посредником в мирных переговорах, если все согласятся. Зеленский заявил, ситуация на фронте тяжелая и позвал в посредники МОДИ. Лавров, США и НАТО хотят победы на поле боя для уничтожения России. Если Киев не выполнит условия, по добру, по здорову, все решит армия. Медведев в российской газете вновь намекнул на ядерное оружие, а в Телеграме опубликовал прогнозы на следующий год, от раздела Польши до гражданской войны в США. В Подмосковье задержаны восемь мобилизованных, покинувших зону СВО с оружием. На Камчатке военнослужащего приговорили к году и восьми месяцам колонии и поселения за отказ участвовать в боевых действиях. Тем временем Путин создал под Медведева новую должность, первый зам в военно-промышленной комиссии. Россия готовится заплатить по европейским долговым бумагам. Национальный депозитарий получил на это почти 11 миллиардов рублей. Зампред СБ Заботкин предсказывает возвращение экономики на уровень 2021 года к 2025. Силуанов признал, бюджетный дефицит может быть выше запланированного, а нефтяные доходы ниже. Зато в бюджет уходящего года пришлось вписать расходы на 30 триллионов рублей из 2023. Велоусов признал, весной экономика чуть не пошла в разнос. Теперь же властям выгоден курс 70-80 за доллар. Крепкий рубль свою роль уже отыграл. ВТБ выкупил УЦБ, банк открытия, за 340 миллиардов рублей. На санацию банкрота государство потратило 555 миллиардов. Сделку, тем не менее, назвали успешной. Глава открытия Задорнов сказал, в мире не так много справедливости. И назвал кредитными наркоманами 4 миллиона бедных, задолжавших микрокредитным организациям. По данным Росстата, уже больше трети граждан работают не по специальности. Сотовые операторы начали уведомлять абонентов о росте тарифов. Турпоток в Россию по итогам года сократился на 90%. New York Times пишет, Nord Stream начала оценку работ по восстановлению северных потоков. Bloomberg, Норникель Потанина готов сократить производство никеля на 10% и пытается переключиться на китайский рынок. Между тем, банки приступили к выдаче кредитов бизнесу в юанях. А Минфин с нового года будет пополнять юанями фонд нацблагосостояния. Украинские олигархи обеднели в два раза. Теперь их общее состояние 20 миллиардов долларов. Первый по-прежнему Ахметов с 4,5 миллиардами. Порошенко из миллиардеров выбыл. С 1 января Украина повышает тариф на прокачку российской нефти по дружбе на 18%. Биржевая цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов. В Мариуполе вахтовики Optima Домстроя записали видеообращение. Требуют долги по зарплате. Представитель Мордашова заявил о канадской газете. Олигарх не имеет отношения к конфликту на Украине. Путин вручил героя труда хозяину магнитки Рашникову. Его состояние Форбс оценивал в 11 миллиардов долларов. Армия Сербии переведена в боевую готовность. На границу с Косово направлены конвои. Вучич пообещал принять все меры для защиты народа и страны. Приштина не комментирует слухи о готовящейся спецоперации, но обвиняет Белград в разжигании. ЕС и НАТО опять призвали стороны к разрядке. А лидеры СНГ встретились в Ельцинской библиотеке и получили перстни с пожеланиями от Путина. На дел только Лукашенко. Пашинян сообщил Путину, что его миротворцы больше не контролируют Лачинский коридор между Арменией и Карабахом. Тайвань в три раза увеличил срок военной службы. Только готовясь к войне, можно войны избежать, напомнила президент. Новым премьером Непала стал бывший лидер маоистских повстанцев и лидерком партии Прачанда. Его считают близким к Китаю. Ученый Совет Института философии РАН опубликовал заявление против компании Шельмования. Подписанта обвиняют в атаках телеканал «Царьград» олигарха Малафеева и газету «Завтра». Те предъявляют философам претензии в либерализме, русофобии и работе на Запад. Дугин анонсировал создание Народного университета имени Дарьи Дугиной на базе движения «Солнце Севера» и на деньги президентского фонда культурных инициатив.